Прости, Рос. Так ручку удачно поставила. Девчонки. Девчонки, девчонки, где ваши мальчонки? На корпоратив идёте? Идём, конечно, быстро закончим. Кстати, они уже начали там. Приготовились, мотор на запись. Работаем. Я Лариса Гузеева. Это давай поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас какую точку? Сегодня у нас три невесты. Ольга, Юлия и Евгения. А жених у нас Игорь. Некогда, некогда. Игорёчек, ку-ку. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Игорь, 35 лет. Первая возлюбленная уехала в Лондон, и там нашла любовь. Игорь, руководитель отдела по работе с вип-клиентами в инвестиционной компании. Владелец интернет-магазина ювелирных украшений. Гордится покорением Эльбруса. Игорь никогда не обратит внимания на тихую, миловидную девушку. Его привлекают яркие красавицы творческих профессий с вызывающей внешностью. Женится на той, которая вызовет у окружающих максимум восхищения. Оригинальный подарок вам, Лариса. Под глаза. Да, они меняют свой цвет, когда температура повышается, если на них... Молодец, Игорёчек. Не надо, а то у меня может быть аллергия. А это под цвет лица, чтобы они были бирюзовые. Да, да. Это вам, Роза. Спасибо. Это вам, Роза. Игорёчек, ну что так медленно-то? Наливайте уже быстрее. Да. Потому что я нигде не успею. Игорь, Игорь, Игорёк, расскажи рассказик мне про свою любовь и жизнь. История у меня интересная. Познакомился я с девушкой, подходит ко мне и говорит. Выгодит, вот такой молодой человек, яркий. Я вас видела недавно на одном мероприятии. Правда? Вы звезда? Ну, не звезда. Давай, девчонки, жахнем за Новый год. Давайте, на встречу. И что? И говорит... Дай Бог не в последний раз. Быстрее, кто пенсиональности? Еврей. Какая прелесть! Пошли гулять с собакой. Ну, гуляли, и собака её запачкала меня, костюм. Я говорю, ну вот с тебя так и так надо. У вас, наверное, из-за этого аппендицита и случился. Не, не, аппендицит случился попозже. Был в хорошем настроении. Ну, начали встречаться, гулять. А до того момента, пока... Пока она... И в Лондон она уехала по контракту. Я уеду жить в Лондон. Да. Мне Москва будет цениться. Она это сделала, поехала по контракту работать в Лондон. Она работала в аудиторской компании хорошей. Не нуди, Игорёчек. И случился аппендицит. Нет, аппендицит случился попозже. В общем, она начала там с англичанами общаться. Мне это не нравилось. Я вот потом... Расстроился и случился аппендицит. Аппендицит, да. Случился. И чуть не умерла? Нет. А что, перитонит? У меня у самой был, кстати, перитонит. Чуть не умерла в Олимпиаду. Тяжёлый, да, аппендицит. Две недели пролежала в больнице. И как бы она обещала приехать с Лондона, но не приехала. Соответственно, я обиделся. Боже, кто к нам пришёл, кто к нам пришёл. Какие люди. Любимая, любимая, любимая моя любимая. Вот, да, все тоже любимая, прелюбимая. Спасибо. Леночка вот сюда, к жениху. Жених? Кстати, там все собрались уже на корпоративчик-то. Надеюсь, что да. Ждут тебя. Я быстро. И вас всех. Лен, смотри. Значит, у жениха случился аппендицит. Вот мы на этом остановились. Ему вырезали. Это как-то может повлиять на его дальнейшую? Нет, он может спать спокойно. То есть, повырезали. А ещё он еврей. Значит, я понимаю, что эту тему уже заюзали на всех каналах. Давайте обрезание. Но скажи мне, пожалуйста, чисто по-человечески. Рассказываю. Как на духу. Это на отношения как-то не плюсует, не минусует. Не влияет на другие вещи. Это влияет на то, что у молодого человека не будет рака полового члена, а его партнёрши рак шейки матки. Поэтому это плюс. А что бывает? Бывает всякое. А мы тогда тоже обрезанное. Скорее плюс. Тебе бы язык немножко бы укоротить, Роза. Я первый раз у вас в программе. Рядом со мной сидит молодой человек, который рассчитывает найти своё счастье. У меня два сына. И у меня есть формула, на какой женщине должен жениться мужчина. Я очень хочу тебе это сказать, потому что у тебя есть Георгий. Я хочу, чтобы Роза это услышала, потому что с её сыном я познакомилась. Формула такая. Конечно, вы должны любить женщину, с которой вы решите пройти всю жизнь. Но самое главное – это должна быть та женщина, которая сделает ваших детей лучше вас. Вот если это будет положено в основу, тогда вы не ошибётесь. Если в основу будет положено «мне с ней хорошо, а мы там куда-то поехали», это по финалу в жизни оказывается полной чушь. Спасибо, родная. Не вижу повода не выпить. А я небольшой лаверды, Леночка. Большое спасибо тебе от моих молодых за подарки. Прекрасно. О твоём подарке ходят легенды. Она мне испортила настроение перед программой, когда сказала, что ты подарила столько денег, что она купила зятю машину. Ну нет, это она преувеличила. Я просто перестала с ней общаться дня на два. Нет, нет, нет. Просто дело в том, что у меня в тот же год, когда женилась дочка Розы, у меня женился сын. И когда Роза позвонила, я с ужасом подумала, сколько на неё сейчас обвалилось. Хлопот, который по финалу все финансовый. Поэтому я подарок сделала ей. Я даже сказала, Роз, тебе лично. А ты бабушкой ещё не стала? Бабушкой я стала в этом году. Баба Лена. 5 января у меня родился днём. Назвали его в честь мужа Игорёчка. У нас теперь два Игоря Юрьевича Малышева. Большой и маленький. Ему 10 месяцев. Очень чудно. Как я тебя люблю, Лен. Спасибо тебе из-за меня, из-за моих детей, из-за жениха. А вот то, что у жениха такая какая-то такая нервная потливость на лбу, это что значит? Невесту ждёт, с которой сейчас должен знакомиться? Это значит, что в студии жарковато, не более того. Да? Да. Хорошо. Ну что, любимая, провожаю тебя? Да. Или ещё посиди? С Новым годом, девочки. Побегу с Новым годом. Тогда я тебя сейчас провожаю. Ой, тренинг, это сняла, сняла. Я радую всех вас. Всё, девочки, я сейчас приду. Мы пока поработаем. Пока поработайте. Выглядишь самым длинным. Правда, ты удивляешься, как красиво. Всё, давай. С Новым годом. Мои салаты принесла с собой. Молодец принесла с собой. Я сейчас быстренько и к вам. В общем, ждите, ждите меня. Распустила волосы. Ла-ла-ла-ла-ла. Роза-роза. Вот, девчонки, что значит профессия? Корпоратив. Она там салаты режет. Нет, всё равно никуда от этого не деться. Сыновья, аппендицит. Всё рассказала, всё показала. Понимаешь? Сейчас выпорхнула за дверью и говорит, не забудь колбасу с холодцом. По-женски. И чё сидим? Лариса. Кого ждём? А мне пишут. Проходите. Вест ждём. Смотри, у него для всех цветочки такие красивые, да? И готовленные. Поесть, проесть. Ой, какой поесть. Давай быстрее уже поесть тебе. Привет. 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 Это комплимент для тебя. Спасибо большое. Спасибо. Ольга. АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга. Ольга. Он ещё историю не рассказала. Вот одна из тех историй, о которых люди спорят. АПЛОДИСМЕНТЫ Сюрпрезы, спекла торт. Молодец. Молодец. А сама и спекла, точно? Сама, да. Точно, точно сама. Я свидетель. И будете делать, наверное, оливье. Да. Делайте, рассказывайте, кто бросил вас. Ну, на самом деле, бросила я. Ларис, так а давай я хоть помогу, а я два часа тут это оливье будет резать. Моя ты рыбочка. А что делать? Ну, что делать, а? Помогать шляпе. На тебе салфеточки, твои три руки. Так. Протёрли все свои чесла. Кто бросил, Оль? Давай, я руковожу, а то мы Новый год не встретим. Садись. А ты следи. Послушай, ну правда. Оля! Да, да. Кто бросил? Нет, на самом деле бросила я. Потому что мужчина абсолютно не хотел ничем заниматься в жизни, не хотел ни работать. А работал где он? Работал в органах внутренних дел. Получилось так, что уволился. И год не работал вообще. То есть, когда я ему говорила, там, Саша, давай там... А что делал? Слушай, ты колбасу такую будешь, что, прям в салат класть? Да ты чё? Смотри-ка, как, как, как. Чё, ты на первом канале работаешь? Чё? Ты что? Что вы? И почему на ты, кстати, всё время? Ты, раз, видишь, человек, как чувство и годится. Я шо, внучке выкать буду, что ли? Рыба моя. Почему он работал во внутренних делах? И вы его бросили. Поэтому? Лучше не хотела работать. Это я себе закончила. Да вот если она так режет колбасу и в оливье кладёт, я бы её сразу бросила бы. А не только бы ждала, почему не было. Я зато торт и пеку хорошо. А вот уж она такая не смеяна, скажите. Вот просто сидит, звуки поджала, сосредоточенная. Что сюда пришла? Кулинарное училище поступать? Расскажите что-нибудь интересное. Бросила на вас. Я уже нарезала? А? Я уже нарезала. Всё это нарезала? Да, мне тоже яичко, я тоже люблю. А, на. И давай свою вот эту штучку, я уже сюда картошки положу. На, положи картошку. А, вот эту штучку. А, поди, да, нет, твою давай уже. Зачем? А то мы её оливье не дождёмся. Игорь, пообщайтесь, ну видите, что нам некогда. Я вообще на корпоратив опаздываю. Что вы сейчас и отвечу? Поговорите. Я хотел, Ольга, у вас спросить, вот, вы говорите, ваш муж, парень, будущий муж, вы его, наверное, рассматривали в качестве мужа, если вы с ним встречались. А вот он ничем не занимался. Поняла. Вы его, может, как-то бы сподвигли, может, он не определился ещё, не нашёл себя, чем он хотел бы заниматься. Ну, человек он был на 30 год, даже 30 лет, да, 31. А вы ревнивый от того, что у неё было в прошлое? Будете говорить, тебе только 22 года, а у тебя уже такое прошлое? Нет, никакие салатики не спасут. Я ревнив к настоящему. А к прошлому не будете ревновать? Ну, а прошлое, что было, то было, что ревновать. Уже, ну, прошёл какой-то промежуток жизни. А в короне вот так разрешите ходить? Обязательно. По дому? Буду дарить в короне. Дарить будете? Хорошо. Роза, тебя вообще не волнует, приданная там или что? Слушай, да жениху приплатить надо при таком этом. Она на Новый год вообще салат не дождётся. Хороший к вам сайт, давай сюда. А у тебя что, там огурчики готовы? У меня всё готово уже. Я, честно сказать, первый раз вижу девушку, что в короне готовила салат Оливье. Я думаю, надо ей поаплодировать. Это даже сексуально. Говорила мама, мне про любовь обманывают, да напрасно тратила слова. Эй! Говорит, ну, я вам, уж прости, конечно, но дел, как говорится, новогодний, я бы тебя, конечно, высекла бы за такую колбасу. Продукты переводишь, ну, как жалко-то. Что она такого сделала? Да посмотри, какие шмати там, это колбаски. А знаешь, как говорят, большому куску и рот радуется. Она щедрая, значит. Ой, у меня уже сейчас всё испортится, весь грим. Может, мы... Тогда давайте за вашу семью. Давайте. Антон, мой счастье! Боже мой, Боже мой! Здравствуйте! Боже мой, Боже мой! Потому что там, как бы, коллектив, коллектив. Послушай, да. Послушай, а у нас как раз столько еды. Антон, можешь? Опять же есть, подождите. Послушай, куда хочешь сесть, рядом с женихом или с невестами? Слушай, давай, послушай, Антон, ну я знаю, что они мне уже обзвонились. Я иду сейчас. Я тут уже о невестах отдалила. Здравствуйте! Здравствуйте! Антон, скажи, пожалуйста, столько еды вот у нас здесь сейчас, всякое... Я, например, ем, знаю, что вредно. У нас на контроле закупки еды больше. Мы идём, идём уже. За здоровье, за здоровье. Здоровье. Молодых. Такой красивый. Такой красивый. Женатый. Все молодые. Все равно. У него всё хорошо. Я периодически к нему приезжаю. Роза, Роза, Роза так живна, я говорю, всё ещё... С вас, тост. Когда уже, наконец, уже? Антон, тост. Слушайте, ну я вообще всё время рассказываю про продукты. Дорогие, дешёвые. Да. Хочется, знаете, чтобы вот слово «дорогое» было не с продуктами связано, а чтобы нас окружали. Дорогие люди. Всё-таки гораздо важнее, чем даже качественная колбаса и вкусные мандарины. Если рядом любимые люди, то неважно, что есть. Какой хороший, какие прекрасные слова. Правильно. Дорогие. Да, и не важно, что... С Новым годом. С Новым годом. Я хочу вас удостоверить. Давай, вот тортик, тортик давай. Антон, ну всё-таки салат попробуйте. Вдруг мы сейчас все переотравимся, мы точно не пойдём тогда на корпоратив. Слушай, секундочку, я уже попробовала. Нет, я не хочу, чтобы никто отравился, тем более в преддверии праздников. Что нужно сделать? Давайте я буду тестером. Вот смотри, колбасу нарезала, вот миленько я резала, а вот она, вот смотри, какие имена. Да ему наплевать. Ну подождите, это, наверное, на характер чёк как-то говорит, да? Всё миленько, миленько. Хорошо, салат не будете пробовать? Тогда мне скажите. Купила тут несколько банок икры. Так. Кошмар, все перемороженные. Где? В Карганде. Вон она лежит, такая же, перемороженная вся. То есть вы, наверное, в життяных баночках покупали, да? Да. В стеклянных лучше, потому что самую лучшую икру, вот самую красивую. Самый лучший день. Ла-ла-ла-ла-ла. Именно. Ла-ла-ла-ла-ла. Хорошо, поняла, про икру. А вот в стекле... А что ещё в стекле бывает? Посоветуйте, пожалуйста. Ну, конечно же, шампусик. Под Новый год. Какой? Ну, брют, во-первых, да? Да. Бесспорно. Наше отечественное производитель надо поддерживать. Посмотри. Какой зараза красивый. Антон, а вы... Просто тьфу на вас. А кто вы по знаку? Козерог. Козерог. Ну, от него... Наглый, наглый и упрямый козерожище. А когда день рождения? Первого января. Вот посмотрите. Первого января, то есть Новый год. А какого года? Восемьдесят первого. Восемьдесят первого. То есть день рождения встречаемся похмелья. Это же кошмар какой-то. А подарок один и на Новый год, и на день рождения. Это так, друзья, и проверяются. Понимаете, сколько подарков привёз? Сдва. Нормально, заходи. С днём. А вот если один, с наступающим, да. С наступающим. Антон, а я хочу вам сказать, что у вас будет интересная зима очень сейчас, после дня рождения. Она уже началась. Она уже началась. У вас будут новые проекты, и может быть так много работы, что вы не успеете... Поиграть в пешки. Понимаете, не будете все успевать. Вот так. Поэтому берегите здоровье в конце первого месяца зимы. Хорошо? Какая у нас невеста. Слушайте, а наш жених с невестой не успеет сходить на свидание. Хороший есть, иди на свидание. У вас же бонус. Идите вдвоём. Мы уже с тортиком. Проживайте быстренько, проживайте и идите. Садись, Антош, не стой. На ногах правда нет. Антон, садись здесь, как неродной прям. Я просто, я то тут, то там, понимаете, тут тоже Антон, Антон, без Ларисы не возвращаюсь. Это такие дела, понимаете. Новый год всё-таки настаёт. Слушайте, я хоть на месте жениха себя вот почувствую. Скажите, ну там вкусно, Антон? Там нормально, да. Там главное хорошая компания. Сейчас бежим, бежим. Сейчас все. Уже Ленка Малычева проходила. А где Новый год? Вы знаете, как... Вот честно, ещё не знаю. Хотя и 30 декабря на дворе. У нас такая семья неорганизованная, дезорганизованная, даже так сказала. А семья это жена или мама, папа, сын, собака? Ну вообще, конечно же, Новый год семейный праздник. Ну а в семью кто члены семьи-то? Мама, семья, жена, сын. И, ну сами 12, вот, Платон. Какой прекрасный... А традиция есть какая-нибудь ваша собственная новогодняя? Хватит. Тамар, будешь? Нет, нет. Ну что, новогодняя традиция, вот, у нас, у нас общая, мне кажется, государственная. Написать желание, поджечь, пепел, шампанское. Ой, была у меня такая традиция, я чуть себя изжёгла. Да не что я чуть, я её изжёгла и заработала. Когда сейчас жениха, надо, говорится, написать быстро пожелание, жить и туда это. У вас заработало слишком много пожеланий, слишком много пепла. Я не хочу. Кроме, ничего в том году не было, кроме сжоги. Жениха это, не знаю, вроде неправильно, что делал. Хотя, в принципе, быстро записал, пока куранты бьют. Сожгла, положила, выпила. Одна изжога. Понятно. Может, вы слишком много выпили? Вот это не помню, честно говоря. Мне кажется, в этом всё дело. Но зато проекты. Ну что, дорогой мой, идите знакомьтесь со второй невестой. Ларис, ты чё? Пардон. А я вот хотела добавить тут по поводу невесты. Ну хотя, может, по ходу дела как-то уже и... А давно с невестой живёте с женой? Да, восьмой год уж. Восьмой год. Тогда не знакомьтесь со второй невестой. Не надо. Но зато в этом году хороший кусок у вас упадёт. Что будет? Хороший кусок у вас упадёт в этом году прибыли. Да, слушайте, я надеюсь, я надеюсь. Очень хочется. Это да. А мне? Сто процентов. Ну вот ты понимаешь, вот я записала его имя, так сказать, когда... А у нас, Ларис, как потопаешь, так и полопаешь. Правильно, мама так моя говорит. И упал кусок, вот здесь у меня остался кусок. Ну мне кажется, у вас нормально всё лопается. Это нам приходят невесты щедрые, и всё нам вот это дарят. Антон, представляете? Антон, а нравится вообще у нас? Ну не дают сказать слово. У вас прекрасная студия, я за вами, конечно, слежу по ту сторону экрана, но когда вижу, всегда досматриваю и все переживаю. Мои счастья, какой вы хороший. Я это видимость, это отчего лишь под Новый год. Жених и невеста, теле-теле-теле, проходите. И прям сразу на сюрприз. Сейчас-то можно уже сюрприз? А это не был сюрприз, а можно я сюрприз? Можно. Пользуясь служебным положением, я, правда, не пою в караоке, как наша невеста. Но я хочу попытать, естественно, спеть песенку. Боже, о боже. У меня тут есть раэль в пустах. О боже. Давай, товарищи! Ничего себе ваше кресенье такое. Присоцентр. Как много девушек хороших, Как много ласковых львов. Но лишь один из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, Любовь нечаянно нагрянет, Когда им сортик не ждет. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поймешь, А в сердце тебе не хочется покоя. В сердце, как хорошо на свету жить. В сердце, как хорошо, что ты такой. Спасибо всем, что ты умеешь так любить. Браво! Какие неожиданные таланты открываются у нас на программе. Я тоже знаю одну песню. Пожалуйста, просим. Просим. Микрофон, микрофон Антону. Ау-у-у-у. С места или пойдешь на сцену? Слушайте, я со сцены боюсь, конечно же. Нет, давай, не бойся. Еще и без суфлера. Пожалуйста, плиз. Ну, плиз, сколько может, хотя бы несколько... Хорошо, хорошо. Мое счастье. Красавец. Тогда кто у нас тут за продукт отвечает? Я вот вам буду петь тогда. Вы меня покорили сразу. Затыкайте, пожалуйста, уши, Чтобы не травмируйте иконки. А я начинаю. Я зря его не слушала. А-а-а! Сейчас. До-до-до-силя. Соль-фа-ми. Да. Хвастать мило я не стану, Знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану И на память подарю. Обо мне все люди скажут, Сердцем чистый не спесив. Или я в масштабах наших Недостаточно красив. Ай, молодцы! Молодцы! Спасибо! Антон! Пойдемте уже. Любимый, пошли, провожаю. Я сейчас приду. Что она? Сюрприз? Сюрприз или там что у нее? Сюрприз есть? Вот. Какой еще из тебя сюрприз? Торт принесла, испекла. Оливье сделала? Советую. Вкусно будет, Если ты мелко-мелко порежешь все. Он сразу берет майонез, Насыщается, А на следующий день Ну, пальчики оближешь. Наливай, Роман. И эстетично. Она еще... Я еще тебя перемкнула Прям с этим салатом. Ну как? Ну нельзя это... Да нет, я наоборот учу девчонку. Сюрприз уже есть. Смотри, накормила, напоила, Салат порезала. Отпускаем. Да, икру принесла. Спасибо, дорогая. Икру захвати с собой. Спасибо. Икру захвати мне. Заходите в комнату. И мне. Какая она сладненькая. Прям беленькая. Спасибо, дорогая. Спасибо. Простите, что не так. Обсуждаем. Луиза. Ну что? Ну что, как тебе? Мне понравилось. Что-то я только ее не запомнила. Рассказывайте. Ну, интересная девушка. Мне она понравилась, но я бы еще посмотрела двух сценных. Нет, это мы непременно. Хотя мне уже времени-то нет. Но мы посмотрим. Роза, тебе-то как? А что, девчонка? Что ты ее замыли? Крупно режешь. Крупно режешь. Ну что ты? У нее уже руки дрожали. Нет, девчонка хорошая. Оленька, крупно режешь, но зато молодец. Хорошая девочка. Дай бог ей здоровья. За Олю. Я не запомнила ее, поэтому тебе, Тамарочка, слово. За Олю. Дай бог не в последний раз. Уже в тебе ночи. Тамар, что там звезды? Кто она, коза? Хорошая настоящая рыба. А рыба? Да. Во время мы уже мне просто... Сейчас еще, наверное, кто-нибудь нарисуется за мной. Мы вас не отдадим. Идите, знакомьтесь со второй невестой. Спасибо. Добрый вечер. Привет. Не вдруг я здесь. Я так хотела. Прекрасных жизнеперемен. Не знаю ее, кто вы. Но ведь недаром коснулись оба этих стен. Любовь, семья, счастливый остров. Куда стремятся? Короче, так. Добрый вечер. Меня зовут Юлия. Я приехала из Санкт-Петербурга. Я очень хотела бы познакомиться с вами. Игорь. Спасибо, Юлия. Я тоже хочу познакомиться. И в знак своей признательности дарю тебе эти необыкновенные цветы. Если на них подуть, они меняют цвет. Спасибо. Спасибо. Юлия. 21 год. Дизайнер собственной линии одежды и владелица шоу-рума. Бывший возлюбленный Юлия изводил ее беспричинной подозрительностью и ревностью. Надеется, что с Игорем у нее будут доверительные отношения. Здравствуйте, Юлечка. Здравствуйте. Красавица. Очень рада вас видеть. Как же вас не ревновать. Так, с Ансветочкой протираем ручки. Передай, пожалуйста, Томусь. Ага. И мелко-мелко режете вот эту колбаску. Така моя история. История, кстати, история. Да, моя история. Можно просто о ней поговорить? Мы успеем протирать ручкой, но я думаю, мы не для этого собрались здесь, да? Как-то не для этого. Нет, вначале. Колбасу любим. Давайте сюда. Смотри, какая есть слово на сто. Давайте, давайте. Мы же умеем. Мы же девочки, которые все умеем совмещать. Хорошо, пусть подружка тогда порежет. А, ну хорошо. Все, давайте про историю. Так вот, у меня был мужчина в жизни, который старше меня, на 6 лет. И наши отношения заключались в том, они длились не так долго достаточно, но они заключались в том, что он очень сильно ревновал меня к моим подругам, и не только к друзьям, это к мужчинам. Это мягко сказано. Кстати, о подругах. Слушайте, один раз под Новый год. Ко мне является моя подружка. Сейчас расскажу. Да-да-да, очень хорошо. Пьяная? Никакая. Хорошо, что артистка, ей можно. В шубе, в пол. А Игорь ее не любил. Да-да-да. В шубе в пол. Заходит пьяная, открывает шубу, а там тело вымазано желтой краской. И больше ничего. Я говорю, обалдела, что она говорит, я банан с корпоратива. Я говорю, в смысле, вот от этих пор и просто все. Все желтая краска. Я говорю, банан. А Игорь терпеть не может. Я говорю, и что мне с тобой делать? Ай, какая. Я ее поставила за шторину. Она там стояла долго. Приходит Игорь. Открывает. Она стоит голой. Уже все же потекло. Он говорит, это что такое? Я говорю, это банан. Ну вот, извини, пожалуйста. Переигрывай. Ну, мы понимаем, потому что... За бананы. За бананы. За год, чтобы они были на каждом новогоднем столе. Не надо. Это там выхало. Это мужское новое, да. Игорь. Вам нельзя. За бананы. К нам приехал, к нам приехал, Айсен Васильевич, дорогой. Здравствуйте, Дарья. Как вы проживаете? Прекрасный, прекрасный. Прекрасный. Это вредно, моя дорогая. Как вы? Вот это да. Вы прелесть. Вот это сюрприз. Вот это сюрприз. Что вы покрашиваете? У вас все красиво. Моя девочка, моя маленькая. Моя счастье. Я за Шевастновушка бриллиантная, да? Да. А где вы шлюпнулись? Сашечка, любимый. Да. Садитесь, пожалуйста. Вот сюда. Женишок. Шампанского. Здравствуйте. Я-то собирался Ларису увезти на корпоратив. Почему говорят, что я хуже всех ведущих одеваюсь? Завистливые говорят. Нет, честно. Говорят, что хуже, чем я, не одевается в ружье. Вот эти я вам покажу. Давайте остановимся. Хорошо. Здесь еще есть мы с Игорем. Я понимаю, Александр Васильевич. Я понимаю, что я набрала. Что происходит? Я просто показываю. Говорят, что хуже меня. Вот просто никто не одевается. Не, ну вы такой худорбенькин. Если бы была плохая, не была бы на первом канале. Во-первых. Не показывали бы каждый день. Да. Миллионы бы не обожали. Не было бы такого лица. Таких глаз. И, конечно, фигурка. А я? Я знаю, там нога сломана. Ты сиди ты уже, все же ты вечный. Я, я. Во-первых, мы все на диете. Они болтают, даже не хотят нас слушать. Ну ладно. Наши выступления или их выступления? Так, я сейчас невесту выгоню. Есть слово, она действует. Санат лучше режьте. Почему внимание нам не уделяется? Ну не хуже всех одевается, хотя бы предпоследнее. Что это вообще происходит? Говорите. Пока я с польщица сейчас выгоню. А, не сочинится, да? А кто невеста такая? Это вы невеста? Красивая невеста. Давайте отсудим. Давайте. Садитесь, любимый. Такой девочке никто не нужен. Ни юкулибр. Продолагаю засветиться. Давайте, давайте. Чтобы она сверкала сегодня. Не юкулибр. Нет, нет, нет. Женишок не ее. Вот как он лучше, правда? Нет, смотрите. Мой-мой. Она любит гламурных. Женишок скорее не гламурный. Кто сказал? Он ответил. Я, я вижу наизусть. Доказательства. В доказательства вижу костюмчик. Все вижу. Разглядел ботиночки. Все гламурно. То есть они не подходят друг другу, что ли, я не понимаю? Нет, они, а, они подходят, б, они из разных стран мира. Саша, Саша, послушайте, они не дадут нам поговорить, поэтому в своем комнате идите, пообщайтесь с женихом. Вы же к жениху пришли, а Василий пришел ко мне и за мной. Да. Потому что меня ждут оперативки. У нас другие, другие планы. Невесты абсолютно не тактичные. Правда? На секундочку. Вам тоже так показалось? Мне не показалось, а это факт налицо. Саша, красивый. А мне кажется, она ему нравится. Все пришли в больно. Я думаю, что она нравится. Скажите мне, пожалуйста, в чем Новый год, дорогой, мы встречаемся? Ну, сейчас модный тренд. Это все оттенки бордо, цвет марсала. Все оттенки бутылочно-зеленого, обязательно. То есть я в цвет пришла? Да, очень хорошо. Спасибо. Оттенки золота, и сегодня золото опять возвращается в тренде. Черно-белое у нас есть, Ларисочка. Прекрасная, правда? Ну и, конечно, много холодного синего, скорее, несколько в цвет морской волны, который сейчас, почему-то, обзывают Бискайским заливом. Это новая мода такая. Ну, вроде как, вот ваши розы. А я на залив походу? Вот она тянет на залив. Кстати, роза несчастная наша, как в бриллиантовой руке, только у нее нога. А бриллианта в студию можно принести? Мы хотим ей... У нее же перелом, это несчастная ее ноги. Ничего, вы что хотите сейчас это? Конечно, пусть немножко обламурим тебя. Пошли в студию. Вот, и какие-то хаврошечки. Красоту покажешь. Да красоту. Я вообще бы вас не перенарядил бы. Может быть, куда идем? На сцену. Александра, а вы кого будете сейчас нарезать? Я ногу ее буду украшать. Ногу. Саша, кстати, о бриллиантов. Они в новом году не вышли из моды? Нет, к сожалению, нет. Для мужей неприятная новость. Давайте. Люблю грешницы. Икру и бриллианты. Пошли. Секси. Давай. Секси, моя девочка. А вы с вами-то замужем? Я разведена. Вот. Так сложилось. Хорошее дело браком не назовут. Не говорите. Я с вами совершенно согласна. Сашечка. Да. Уже красиво. А вы мне в прошлом году обещали прийти в качестве жениха. Да я приду. Хорошо, тогда сейчас сориентируйте нас, кого искать в 2016 году, чтобы девчонки знали. Девчонки должны знать. Во-первых, кому это все ваше богатство должно-то достаться. Погодите, но я могу сказать. Да, ждем. Да, слушаем. Что есть люди, которые живут в семье и счастливы в этой семье, но у них уже нету ни любви, ни секса. Это да. Давно все охладело. Бывает такое? Да. Но они счастливы вместе. Сколько угодно. Бывают люди счастливы в любви, но она платоническая. У них никогда не было никаких обнимушек, никаких поцелушек. Но они счастливы от того. Есть. Масса таких случаев и в поэзии, и в литературе. И есть люди, которые счастливы в сексе, но у них никакой любви. И уж точно семье не будет с этим человеком. Так что допустите и не мешайте все в одну корзину. А вам-то кого искать? Мне искать богатую, возрастную. А денег, Саш, сколько? До миллиона. Должны быть земли и поместья, чтобы я разместил свою коллекцию. О, правильно. Вот я считаю, что вот эта дама идеально подходит для этого мужчины. Мне тоже так кажется. Вот они будут счастливы. Мы вместе прошли, вместе уйдем. Они будут счастливы, у вас будут красивые дети, вы друг друга понимаете, у вас один темперамент. А эта прекрасная дама, она прекрасная, но в другой атмосфере. А давайте посмотрим вместе на сюрприз, который она приготовила, и там решили. Садитесь, нет, вы садитесь. Сколько лет ребенка? 21. 21. А выглядит 15-22. Я бы хотела преподнести в образ Игоря, так скажем, нотку страсти. Я хотела бы, чтобы этот подарок... Конкурент! Этот подарок радовал его в этот предновогодний вечер. Итак, Игорь, это для вас. Здесь есть... А что там? Бабочки! А сейчас, кстати, бабочки в тренде. Да, в тренде, да, но такая вот здоровая краска. Как раз я, без застежки, я честно скажу, Юля, мечтал о красной бабочке. Ну вот попало. Давайте так, чтобы бабочки никогда не заканчивались. И у нас здесь, 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 за бабочки. Давайте тост. Запорхаю сейчас. Давай, Томочка. Саша, жду вас прямо вот у нас. Жду-жду. Спасибо. Знаете, а вы уже похожи на семейную пару. Супруга помогает супругу надеть бабочку, а вы параллельно пытаетесь со всеми проследить бокалами. Я не заметила. Ну, если вы его любили, то вы бы не перекручивали микрофон. Она уже у меня этот... Она ему просто нравится пока, что мне кажется. Да? Где микрофон? Слушайте, а может быть уже не будем третью звать? Или просто посмотрим на нее? Ох, любит троица. Нальем ей шампанского. И прогоним. Вы же так другу подходите? Нет, она нас прогоняет, мне кажется. Мы еще жениху вопросами не задали. Я бы хотела, чтобы вы оценили, насколько гармонично мы смотрим вместе. Нравится. Чисто комедия, комедия. Проходите, все, леди францесса. Не забудьте цветочки. Есть у нас еще одна невеста. И пока вы славите господи здесь, проходите, знакомьтесь. Тащите мне невесту. Не знаю, могу уходить в азотку. Надо сидеть, я готов. Привет, Игорь. Привет. Я очень рада с тобой познакомиться. Я надеюсь, наши энергопотоки сойдутся, и мы найдем общий язык. Евгения, 25 лет. По образованию переводчик английского языка. Работает стилистом-визажистом. Увлекается модой, читает книги по самосовершенствованию. Ведет здоровый образ жизни. Надеется, что Игорь окружит ее вниманием и заботой. Здрасте. Здравствуйте. Женечка. Вы правда хорошенькая какая вы. Спасибо. И кто от кого устал? Почему не сложилось с первым женихом? Наверное, я устала. Отношения просто иссякли, пережили себя. И как-то все переросло. Мне стало неинтересно. Вы так похожи, да, Саш? Только как будто маленькая копия, как в матрешке. И большая. Вы имеете в виду подружку? Подружка, да. Ну, подружка очень свеженькая. А невестушка, мне кажется, сделала некоторые операции с лицом. Рано вы сделали инъекции. Я люблю экспериментировать. Я все это вижу. Но вы очень секси. И я думаю, что секс это ваше пререгативо. Главное секси. А волосы свои? Частично? Чуточку нарощенные. Ну, хорошенько, все равно. Правда? Хорошо. Ресницы накладные, губы фальшивые. А подружка? А подружка? Подружка. Очень симпатичная. Подружка натуральная. И симпатичная, привлекательная. А мне замужем. У меня было два романа серьезных. И не было брака. Надежда. Так, коллеги. Боже, 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 Боже. Я хочу... Ларочка, Роза, коллеги. Димочка, 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 любимый. Счастье мое. Любимый. Я уже такая пьяная. Пошли, мой родной. Рассказывай, рассказывай. Если вы сейчас со мной не идете, тогда я остаюсь с нами. Вообще ты за мной так пришел. У нас здесь корпоратив Дмитрия. Обожаю я этого человека. Присаживайтесь с нами. Вот мужчина и человек. Оркестр, который знает и умеет все. Он знает, как правильно жениться. И на ком жениться. На ком жениться не надо. Что для него важнее. Вот, кстати, про интеллект. Вот невеста с высшим образованием, переводчик, пошла работать с визажистом. Что это такое? Хочешь колбаски? Нет, спасибо. А салатика? Нет, спасибо. Дим, а тебе вот важнее, что в женщине? Красота, садись, любимый. Скоро я пойду с тобой. Ларочка, тебе на одну ночь ответ дать или на всю жизнь? На всю жизнь. Вот тогда Франклин говорил, выбирая супруга, кстати, мужчину тоже, прежде всего ищи собеседника. Это качество брака понадобится чаще остальных. Вот, смотри, вот у нас невеста, мы ее выдаем замуж. А зачем это? А вот давай вот тест на интеллект. 25 лет уже засиделась. Роза. Помолчи, Господи, может, может, за 8 лет. Эта девочка уже хочет в ЗАГС? Да. Господа, вот у меня, например, такое есть убеждение. Только одно обстоятельство может быть извинительным, более того, обязательным, побудительным мотивом похода в ЗАГС. Только одно. Дети. Ну, наверное, же Роза сама скажет, что цена. Девушка, я знаю. Я дочке запрещала, сказала, вот, зятю, я говорю, все, месяц погулял, у тебя два варианта. ЗАГС или досвидос. Не морочь голову, как говорится. И что, правда, ему нету. Вот, Димочка, спасибо тебе большое, сто тысяч нам очень пригодились. Кстати, у вас остался один бонус. Свидание или свидание. И свидание. А мы пока поговорим. Дима, шампанское, а может быть, ром и пепси-кула. А, да, да. А так я люблю эту песню. Может, куплетик хотел, пожалуйста. Ну, а вы сможете? Сможем. Мы поддерживаем. Мы сможем. А у вас в формате пение? Да. И танцы, и танцы. Ну, дорогие друзья, мне же нужен ритм, да? Да. Отлично. Смотрите, руками. Отлично. А теперь ром и пепси-кула. Вместе со мной. Ром и пепси-кула. Ром и пепси-кула, это все, что нужно. Ром и пепси-кула. Ром и пепси-кула. Ром и пепси-кула. Все, конечно, знают алкоголь ужасно вредит. А напить такой какой, чрезвычайно полезен. Итак, ром и пепси-кула. Ром и пепси-кула. Ром и пепси-кула, это все, что нужно, Роза. Звезде рок-н-рол. Вы прекрасная аудитория. Браво. Браво. Спасибо вам большое. Спасибо. А может быть, и нам, и невеста покажет какой-нибудь сюрприз, или не покажете? Да, у меня приготовлен сюрприз, но мне нужно переодеться. Ой, боже, у меня времени нет, быстро. Мы опаздываем на корпоративку. А вот я никак не могу понять. Пришла, ну как вы догадываетесь. Мы подойдем времени на это. Пришла в одном платье, красивая. Чего переодеваться-то? Потому что у нее платьев много. Я-то хожу в казенном, пришла сюда в трениках. Меня переодели красиво. Все оценили. Хорошие треники. Честно, честно. Не в трениках. В трениках, но в дорогущих. В дорогущих. Я не вижу, кстати, повода не выпить, а с тебя тост, Димочка. Ну ладно, не можете 364 дня в году. Давайте хотя бы в эту ночь будем самыми трогательными. Не будем бояться оказаться уязвимыми. Будем говорить высокие вибрации. Будем признаваться в любви. Ну и, конечно, должен быть секс хороший в эту новую ночь. Обязательно. Это да, 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 да. Хороший секс в эту новую ночь. Спасибо. А я надеюсь, что ты в этом году доедешь до меня все-таки с семьей. Ну я надеюсь. За секс, я так поняла, правильно? Секс. За хороший. За хороший секс? Вот он, за хороший. А сейчас будет секс. Дирекция готова. Ой-ой-ой. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Продолжение следует... Браво! Женя, детка, вот что я хочу вам сказать. Я такое количество танцев в живота видела в своей жизни, но столько юмора, столько иронии, самая ирония, столько в этом шарма... Правда. Правда, впервые. То есть вы даже первокурсника можете вот таким образом научить любви. Жених что-то хочешь сказать. Девочка моя. Не надо, что он скажет, послушайте. Рыбочка моя, проходите в свою комнату. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Просто хочется набить. Да? Как она нас с нами, со всеми поиграла здесь. Доразиво прям. Правда? АПЛОДИСМЕНТЫ Но я боюсь... Не бойся. АПЛОДИСМЕНТЫ Отечественный мужчина лучше всего был выражен при этом в гениальной... Ты помнишь, мизансене из блянтовой руки? Юрий Владимирович Никулин при этом делает вот так. Да. Я думаю, что наш жених знает, что с этим делать. Дима, Дима, я понимаю, что ты уже расслабился, шампанское, ребят. Но нас ждут, поэтому так. Я предлагаю не советоваться, ничего, а прямо сразу всех невест сейчас обсудим. И пожелаем кого-то Игорю, наконец-то. Ну, мне понравилось, Женя, вот это последнее... Так-то году... Очень. Ну, это не качество для жены. Хорошо. А Юлечка, который 21 год, дизайнер начинающий? Дизайнер высока по росту и холодна по темпераменту. А Ольга первая рыбочка. Не застал. Вы ее не видели, а? Рыбочку не видела. Рыбку не видела. Оля, Оль, вы где? Оля. А то забыли заслонить бой королевич на принцессу. Посмотрите, какая хорошая. Салатина, маленькая, морганинка. Морганинка, миленькая. Морганинка, между прочим. Прелесть. А давайте за Олю. Ей 23. А я вот за мою соседку. Вас как зовут? А я лично за Олю. А я за Олю. Хорошенько. Ну просто чистая принцесса. Понравился жених? Жених очень понравился. Все, тогда идите в комнату, я буду за вас. Не слушайте. Роза, быстро. А я за дружбу и за мир. За мир. За всем мире. За всех. Тома, что там в Раке? Венера какая? В Венере. Что звезды говорят. В первом случае, это много романтики. Это человек, который даст вам новый опыт и новое познание чувства. А во втором случае, скорее, это уже понимание, потому что Овин, потому что вы оба активные люди, вы друг друга понимаете. Но вот могут быть тоже иногда такие вспышки, что в общем-то вам и свойственно бывает в отношениях. Понятный привычный вариант. Это к кому? В третьем случае, дай сказать. Ну, ты же в жену времени. В третьем случае, да, будут танцы, вы всегда будете этого человека иметь рядом, всегда он будет у вас под рукой. Еще бы. Будет вам понятен. Я бы не имела рядом. Дима! Я пока прошу себя, скажи в эту камеру, значит, слова. Мы не знаем, выйдет он один или с избранницей, я приглашаю всех выйти и его, в общем-то, поддержать. Чего? Вот на эту камеру скажи, мы не знаем, выйдет жених один или с избранницей, я приглашаю всех выйти и поддержать жениха. Можно своим словом? Пока жених пошел за избранницей, предлагаю всем выйти и поддержать жениха. Ура! Любимые мальчики, пойдемте со мной на сцену. Вот такая у нас сегодня прекрасная пара, Ольга и Игорь. Как я за вас рада. Если вы одинокий, приходите к нам на программу. У нас весело. С Новым годом, друзья мои! С Новым годом! С Новым счастьем! Все, рада за вас. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Ну все, слава тебе Господи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова